Различные травмы Различные травмы В таких переломах очень часто повреждённые сегменты сдавливают спинной мозг, приводя к нарушениям чувствительности отдельных участков тела и даже к параличам. Травматология и ортопедия Травматология и ортопедия Травматология и ортопедия Травматология и ортопедия Раньше до открытия института травматологии и ортопедии такого ведущего центра в Казахстане не было для разработки, внедрения каких-то современных методов остеосинтеза, в том числе хирургии позвоночника. Длительное время в разных регионах нашей страны применялись методы стабилизации фиксации позвоночника устаревшей, которые не отвечали современным требованиям хирургии. Они не позволяли восстановить тело позвонка, устранить сдавление спинного мозга и, главное, застабилизировать данный сегмент на время сращения перелома. В 2006 году началось наше сотрудничество с институтами российскими. Это, в первую очередь, Новосибирский институт травматологии и ортопедии, где из этого института приезжали наши коллеги, проводили ряд показательных операций с нашим участием. После чего были внедрены наиболее такие передовые технологии уже в нашем институте. В последующем наши специалисты проходили специализацию на базе их института. Фактически все наши сотрудники там прошли обучение. Помимо этого, проходили обучение в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, дальнего зарубежья. То есть периодически происходит обмен опытом. Мы стараемся быть как бы на волне самых передовых исследований и внедрений в составе. Позвонок – основная составная часть позвоночника человека. Он представляет собой почкообразное или круглое тело и дугу, которая замыкает позвоночное отверстие. Также от него отходят суставные отростки, которые служат для сочленения с ближайшими позвонками. В позвоночнике человека – 32-34 позвонка. Гиппократ говорил – все болезни от позвоночника. Профессор Алибек Абдрахманов считает, что он был недалёк от истины. Согласно исследованиям, у абсолютного большинства людей позвоночник находится в состоянии хронической малоподвижности. В среднем хорошо подвижны только 3-6 двигательных сегментов в грудном отделе, вместо всех 12. В остальных отделах имеют место так называемые функциональные блокады, то есть ограничение подвижности вследствие недостатка двигательной активности. Дело в том, что в целом, допустим, наш организм можно уподобить электростанцией. Ну и естественно, тело человека – это город. С домами, функциональные предназначения которых могут быть совершенно разными, там, безусловно, необходимо для того, чтобы функционировали эти учреждения, необходима энергия. Эта энергия передаётся по нервным окончаниям, которые отходят от головного мозга, от нервной веточки, от спинного мозга, проходящим в позвонках. Естественно, выходящие от спинного мозга веточки, корешки, они, безусловно, подвергаются определённому воздействию позвонков. С возрастом возникают какие-то проблемы. Время искривления, разрастания костной ткани, которую мы называем, и диверсионно-дицентрагические изменения, которые мы называем остеохондрозом. И естественно, что иннервация или электроснабжение, скажем, каких-то органов, оно страдает. Орган, который иннервируется этим нервом, он становится менее резистентным к инфекции, к любому другому воздействию. И поэтому этот орган становится более беззащитным к воздействию внешних факторов. Один из видов травматических повреждений позвоночника – компрессионный перелом тела позвонка, когда разнохарактерная дезинтеграция тела позвонка сопровождается снижением его высоты. В задачу хирурга входит восстановление целостности, формы и размеров позвонка в усложнённых условиях, высоких механических нагрузок органа и близости спинного мозга. В отделении травматологии номер один уже не ведут счёта, сколько проведено подобных операций. Сейчас мы производим оперативное лечение фактически на всех сегментах позвоночника. То есть это широко оперируемые травмы и дегенеративные заболевания шейного отдела позвоночника. Грудной отдел, поясничный, соответственно. Имеется у нас эндоскопическое оснащение, микроскопы, микрохирургическая техника применяется. Ну и, конечно, это наиболее современные – это импланты, которые применяются в хирургии позвоночника. Они очень дорогостоящие, очень технологичные такие, современные. То есть они соответствуют всем нормам, требованиям современным. Устанавливаются с помощью малоинвазивных доступов, то есть малотравматичные. У малоинвазивных операций позвоночника есть множество преимуществ. Они не требуют общего наркоза. Проводятся под местной анестезией. Не требуют разреза тканей. Операционный доступ обеспечивается щадящим мини-проколом специальной отравматичной иглой. Не требуют профилактического приема антибиотиков и позволяют быстро восстановить трудоспособность. Если раньше для фиксации позвоночника применялись большие разрезы, то есть приходилось отделять от заднего доступа, выделять большой сегмент позвоночника на протяжении и фиксироваться различными пластинами, которые в последующем часто мигрировали, не фиксировали, то сейчас разрезы намного меньше стали. Также у нас сейчас внедрены технологии, когда винты в тело позвонка вводятся через буквально сантиметровые разрезы, 4 разреза, 4 винта, и фактически на второй день уже больно ходит, и у него нет особо болевого синдрома. То есть это наиболее современная малотравматичная операция. У пожилых людей позвоночник особенно подвержен травмам, поскольку с возрастом плотность костей снижается и развивается остеопороз. Неловкое движение, падение или сильная нагрузка могут привести к перелому позвоночника. У людей старческого пожилого возраста у нас применяется более-таки щадящая технология, это вертебропластика тел позвонков, когда в компримированном смятое тело позвонка за счет остеопороза. Под местной анестезией тонкой иголкой вводится специальный цемент современный на базе акрила, который после застывания в теле позвонка полностью фиксирует между собой костные отломки, не дает этому телу, телу позвонка дальше проседать, разваливаться. За счет своего температуры застывания потихонечку блокируются болевые рецепторы. То есть здесь достигается полный терапевтический эффект, уже в принципе эти пациенты чувствуют улучшение, чувствуют то, что у них боли нет уже буквально через полчаса после операции. В течение 24 часов после процедуры вертебропластики рекомендуется постельный режим. Постепенно можно увеличивать нагрузку. В месте прокола может отмечаться некоторая боль, которая постепенно пройдет. Эффективность вертебропластики достигает до 90% в устранении боли в спине и возвращении прежней физической активности. Безусловно, у данного метода есть и свои осложнения. Осложнения вертебропластики встречаются редко, менее чем в 3% случаев. Среди них можно отметить инфекцию, кровотечение, а не менее в месте прокола, усиление боли в спине и паралич. Среди других крайне редких осложнений вертебропластики можно указать на попадание цемента в спинномозговой канал, издавливание спинного мозга и его корешков, венозная тромбоэмболия, а также осложнение анестезии. С 2002 года в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии проводится хирургия сколиозов. В начале своей деятельности отделение ортопедии номер 1 использовало доступные простые металлоконструкции, производимые на территории постсоветского пространства. Однако технологический бум в медицине и возможность продвигать свои инновационные методы положили начало развитию одной из сильных школ травматологии и ортопедии не только в Казахстане, но и в мире. И вот благодаря тому, что у нас вот грамотному руководству нашей страны, да, во главе с нашим президентом, за счет того, что у нас появилась своя независимость, свой независимый Казахстан, да, у нас появилась необходимость того, чтобы организовать свою службу. И вот в 2001 году эту службу организовали во главе с профессором Батпеновым, который является на данный момент сейчас директором нашего института. И благодаря его грамотной политике сейчас у нас очень семимильными шагами идет развитие как в травматологии, так и в ортопедии. Потому что сейчас даже сами россияне, у которых сами эти институты 100 лет и выше существуют, они, приезжая к нам, удивляются, да, насколько у нас вот сейчас продвинулась травматология ортопедия. В отделении ортопедии номер 1 проводят операции по коррекции деформации позвоночника. Проблема коррекции и фиксации скалиотической деформации позвоночника до настоящего времени является окончательно нерешенной. Трехплоскостная архитектоника позвоночника, сегментарное строение со сложными межсегментарными взаимодействиями, характер содержимого позвоночного канала предъявляют особые требования и накладывают ряд ограничений на предлагаемые и применяемые хирургические методы. Тяжелее всего даются врожденные деформации. Как правило, врожденные деформации позвоночника, как правило, это наследственный фактор. Если это нет у родителей, то в генетическом, генеалогическом, генетическом древе оно было прадедушки, прапрабабушки, вот такой фактор. Как правило, врожденные, это генетический фактор. Значит, по врожденным они грубее, они рано прогрессируют, но когда ребенок маленький, деформация есть, она у него не болит. И родители, и родители, вот период, когда можно было бы оказать хирургическую помощь, и дальше бы ребенок в рост бы уже с исправленным дефектом пропускается, И когда уже приводят к нам врожденные дефекты позвоночника уже в позднем периоде, они чреваты осложнениями. А чреваты осложнениями, это первое, это может парализовать. В этом возрасте уже происходит декомпенсация. Такие могут дети хуже переносить операции, вплоть до летального исхода. То есть могут умереть. Казалось бы, а в раннем, в раннем легче оказать помощь. Одной из наиболее сложных проблем в оценке врожденных деформаций позвоночника является прогнозирование их течения, а следовательно, определение сроков и показаний к оперативному вмешательству. Пожалуй, единственное, в чем сегодня сходятся во мнении ученые-ортопеды, так это то, что при врожденных деформациях консервативные методы лечения малоэффективны. Врожденный сколиоз Врожденный сколиоз – это состояние, при котором имеет место искривление позвоночника в бок. Причем с самого рождения он встречается у одного из десяти тысяч новорожденных и гораздо реже, чем приобретенный сколиоз. У детей с врожденным сколиозом иногда отмечаются и другие врожденные дефекты, например, врожденная патология почек или мочевого пузыря. Хотя врожденный сколиоз имеет место быть уже с самого рождения ребенка, зачастую он бывает заметен лишь в подростковом возрасте. Врожденный сколиоз Наши операции не просто прогулка в больницу, это очень тяжелая операция, это очень тяжелая операция, это опасная операция. Запустим, 5, 7, 10 лет родители не обращаются вовремя. Спиной мозг привыкает к деформированному состоянию быть. Но он привык, это, как говорится, ложа. Когда мы начинаем деформироваться, нарушается питание. Если это рано, если это при малых степенях, при малых градусах, он легче, то есть не сказывается на этом. Когда уже грубые деформации, 80, 90 и больше градусов, это практически, понимаете, прямой позвоночник и 90 градусов, там лежит спинной мозг. Мы его, как ортопеды, мы не нейрохирурги, мы не касаемся, но когда выпрямляется, он происходит нарушение питания. И отказывают многие. Опять-таки, если бы этот ребенок пришел бы рано к нам, при малых степенях, процент этих рисков ниже, ниже, понимаете, когда грубые деформации, он, как правило, при этих деформациях проявляется. Вот такие, как говорится, наши победы и беды, с которыми мы живем. Маленькой Лере полгода назад сделали операцию по исправлению лопатки. Ее недуг знаком многим родителям. Чаще всего искривление замечают совершенно случайно, когда оно уже крепко засело в молодом организме. Сегодня Лера пришла просто повидаться со своими врачами. Все прошло успешно, и позвоночник юной школьницы в порядке. Только она сама все забыть никак не может. Не зря врачи говорят, сколиоз в первую очередь влияет на психологическую стабильность ребенка. До этого была лопатка, выпирала немножко, как-то неудобно было, постоянно усталость была, уставала сильно. После операции помню, что больно было очень, думала, деревянная такая, теперь всегда буду ходить, а потом как-то легко стало. Впрочем, когда речь заходит о лечении позвоночника человека, то нужно помнить, что именно в грудном отделе проблемы проявляют себя реже всего именно благодаря его низкой подвижности. Даже некоторые виды межпозвонковых грыж в этом отделе протекают абсолютно бессимптомно, так же, как и бессимптомно может протекать образование остеофитов при остеохондрозе. Наша задача ортопедов-травматологов – это восстанавливать целостность, обеспечивать сращение при переломах костей, при разрывах связок суставов, то есть для того, чтобы восстановить в последующем, после воздействия того или иного калечащего, травмирующего патологического фактора, обеспечить восстановление движений в суставах, обеспечить полноценную функцию, конечности руки, ноги, стопы, с тем, чтобы человека вернуть к его любимым занятиям, к его любимой профессии. Рассказать в одном выпуске «Реальной науки» о всех достижениях и научных разработках Исследовательского института травматологии и ортопедии невозможно, поэтому в следующем нашем выпуске вы узнаете больше. Эндопротезирование, клиническая монология, что читают ортопеды и как лучше всего избежать боли в суставах. Об этом и многом другом в следующем выпуске нашей программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова